Всем здравия! И мы продолжаем сегодня читать главу, которая называется «Иллюзия личности. Я и не я. Тайна сознания». Если бы человек из всех голосов, говорящих в его душе, мог бы безошибочно узнавать голос своего истинного, вечного «я», он никогда бы не ошибался, не делал зла. Для этого и нужно знать самого себя. Для этого необходимо самопознание, то есть познание своего истинного «я». Когда люди говорят, что мысль, деятельность духовная вообще есть произведение деятельности мозговых клеток, потому что деятельность мысли всегда обусловлена деятельностью мозга, и деятельность эта прекращается, как скоро уничтожен мозг или часть его, они говорят то же, что говорил бы человек, утверждающий, что музыкальное творчество всегда обусловлено деятельностью фортепиано или оркестра, и деятельность эта прекращается, как скоро уничтожена фортепиано, оркестр или часть их. Те, которые говорят так, не знают истинно духовной высшей деятельности человека, которые не происходят от телесных условий, а пользуются телесными условиями, очень важно, а пользуются телесными условиями, пока она связана с телесными условиями. Ну, если вы помните, нас учили, что сознание есть продукт материи, да и не только учили, сейчас продолжают учить, на этом, на самом деле, стоит, скажем так, современная наука и психология современная. Вот Лев Николаевич даёт очень хорошее сравнение, что творческая деятельность или музыкальное творчество всегда бы условлено деятельностью фортепиано или оркестра. То есть это абсурд. То есть наша высшая деятельность, духовная деятельность, или наше сознание пользуется телесными условиями, пока она связана с телесными условиями. То есть пользуется мозгом, клеточками, телом, пока оно с ними связано. Но никак не наоборот, то есть сознание никак не может быть продуктом материи. Это же очевидный факт. Человеку кажется, что его животное – это самое его существо, а духовная жизнь – это произведение этого животного. Так же, как человеку, плывущему на лодке, кажется, что он стоит, а бежит берег со всей землёю. Жизнь есть только сознание. То, что физиологи называют жизнью, есть только признаки, предшествующие, сопровождающие сознание и следующие за ним. То есть жизнь есть проявление сознания «я», но не наоборот. И это очень важно усвоить, это очень важно понять, что является первичным. Я не только не «я», плотский Иван, Пётр, от рождения до смерти, но «я» по телу только передаточное звено между моими предками и потомками. «Я», моё телесное «я» – только мгновенная вспышка чего-то. Если есть во мне что-нибудь действительно существующее, то очевидно, что это не телесное «я». Самое большое нравственное усилие и единственное, которое может сделать человек – это то, чтобы вспомнить, кто он. Чтобы вспомнить, кто он, кто я. Стоит мне самые дурные минуты вспомнить это, и всё уясняется. Всё тяжёлое и неприятное уничтожается. Кто я? Я – духовное существо, то, которое есть прежде, чем был Авраам. И для этого существа всё равно, что о нём думают. Всё равно теперь умереть или после. Кто я? Кстати, это один из видов медитации, которые практиковал Ширамана Махарша, известный индийский святой, который провёл свою жизнь у горы Аруначилы. Это очень простая и действенная медитация, то есть задавать себе этот вопрос «Кто я?» и в итоге всё-таки прийти к осознанию своей истинной божественной сути, своего истинного духовного существа. Испытываю совершенно новое состояние сознания, когда признаю себя не львом толстым, а проявлением духовного беспредельного единого существа. «Равнодушие к мнению людей, к состоянию тела, даже к своей производительности, испытываю кроткое, любовное, бесстрашное всемогущество». Прекрасная русская пословица. «Как перед Богом?» Замечательно. «Как перед Богом?» «Жить перед Богом». Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний спрашивать себя, чьё это желание? Толстого или моё? Толстой хочет осудить? Думать недоброе об НН? А я не хочу. Я с большой буквы. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения и сотни и тысячи мелочей, которые так или иначе действуют на него. Только стоит спросить себя, а я что? И всё кончено. И Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется, того или этого, это твоё дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это моё дело. Моё, то есть, дело Всевышнего. И ты ведь знаешь, что ты и должен, и не можешь не слушаться меня, и что в послужении мне, то есть Всевышнему, твоё благо. Я, я, только и есть я, а он, Толстой, мечта. И гадкая, и глупая. Стал думать кое о чём тяжёлом, и вдруг мне ясно стало, что то, что тяжело, может быть тяжело для Толстого, но для меня, меня имеется в виду Божественного, истинного, нет. И не может быть ничего тяжёлого, трудного для меня, для моего настоящего Я. Всё легко, всё есть благо. Замечательная мысль. Всё легко, всё есть благо. надо будет включить её в исцеляющие мысли. Это всё разрешает. Спроси только у него, у Я. Он бесповоротно решает. И решения его всегда таковы, что от исполнения их всегда хорошо, радостно. Радостное состояние – это ясного раздвоения на два существа. Одного жалкого, гадкого, подлого и другого всемогущего, чистого, святого сделалось со мною. Если что, представляется запутанным, трудным, стоит только ясно разделить эти два живущие в одном существа, и всё сейчас же станет легко и просто. Мне помогает одно – отделение минуты упадки своего истинного, вечного, духовного Я от ложного, временного, животного. То есть, есть истинное Я, есть ложное Я. Истинного, вечного Я от ложного, временного, животного. Я физически трясу головой, чтобы разделить этих слипшихся Я и не только не дать животному властвовать над духовным, но, напротив, покорить его под ноги. То, что поддерживает трудные минуты жизни, вера в жизнь вечную, крошечную, часть которой составляет эта жизнь, важная только тем, чтобы в ней не изменить познанной нами воли Божьей. Всё чаще и чаще наступают времена, когда ничего не хочется в этом мире, не хочется для себя, и когда совсем ясно видишь, чувствуешь, что ты не то сложное телесное существо со всеми своими воспоминаниями, привычками, страстями, а что ты та духовная сущность, которая заперта в этот со всех сторон окрашенный твоими наклонностями, привычками, страстями фонарь, и что ты не можешь ничего видеть, понимать иначе, как через этот фонарь, и что ты и фонарь две вещи разные, и что скучно смотреть через этот тобой же разрисованный всё тот же фонарь, и хочется смотреть в себя, или подняться выше, и смотреть через закрашенные стенки туда, где нет преград и решений. Хочется только помнить Бога, быть с Ним, и не хочется действовать. Вот, друзья мои, кстати, медитация, концентрация медитации, которой мы занимаемся, которую мы практикуем, это тоже ступени йоги, они как раз и призваны к тому, чтобы выйти за пределы вот этого фонаря, увидеть истинное сияние божественного света или сияние истины. Вот, это и есть настоящая цель медитации. Если нет энергии внешней деятельности, то есть большое, давно, да и никогда не испытанное прежде спокойствие, отсутствие осуждения и раздражения против людей. Если не смотришь на мир через надоевшие свои рисунки стекол, то больше занят разжиганием огня, света, который горит в фонаре, а то смотреть через стекла на мир это сновидение действительности, а смотреть на одни стекла это сновидение во сне. Как бы хорошо было для всех, если бы все не думали о последствиях своих дел перед людьми в этом мире, а только о последствиях и перед Богом в том, как бы всем хорошо было. Одно из главных, если не главное, сознание, из которого вытекают высшие нравственные состояния, это сознание своей духовности, божественности, вследствие которой в той мере, в которой сознаешь ее, нельзя ни хитрить, ни скрывать, ни бояться. Главное, нельзя не любить кого бы то ни было. Как практическое правило, я применяю его к себе так. Как только что-нибудь страшно, на что-нибудь досадуешь, чего-нибудь хочется, кого-нибудь не любишь, чего-нибудь боишься, вспомни, кто ты. Пойми, что ты свободное существо, всемогущее существо, и все проходит. Становится ясно, что если чего боишься, желаешь и не можешь, то препятствие в тебе. И как только поймешь это, сейчас свобода и всемогущество. Всякое неудовлетворение это только сошествие с истинного пути. Бьешься о стены, прешь туда, куда не надо, опомнишься, станешь на путь и опять со всеми, со всем с Богом. Хорошо? Вот прекрасное правило. Как только становится страшно, как только начинаешь обижаться, злиться, ненавидеть, сомневаться в себе, тут же задай себе вопрос, а кто я? Кто это? Тот, кто боится, сомневается. И ты поймешь, что это маленький мальчик или маленькая девочка, которые несут себе какие-то отпечатки прошлого, но как только осознаешь, что ты есть свободное всемогущее существо, все это пройдет. Друзья, осознавайте, что вы есть свободное всемогущее существо, что вы есть божественное сознание. Я желаю вам счастья, божественной любви и всех благ. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok